Пишу вам, надеясь, на помощь. Меня зовут Санита. Я мама 11-летней Елины, которая с рождения считается ребенком-инвалидом. Шаг за шагом, той тропинкой, которая ведет к выздоровлению. Помогите, пожалуйста, сделать следующие шаги. Смотрите, у каждого человека есть психические каналы, которые отвечают за снабжение организма энергии и регулирование развития организма. Эти психические каналы я серьезно изучаю. Это, знаете, как матрешка. Один в одном находятся эти каналы, семь основных каналов, и они делятся на подканалы, те еще на подканалы. Получается много-много каналов таких друг в друге. Эти каналы психические, они вот так, как коконы энергетические организмы, они обеспечивают организм энергией. Из этих вот многочисленных каналов четыре у каждого человека работают плохо с самого рождения. У каждого человека четыре канала из всех. Это значит, что у человека есть четыре вида хронических болезней у каждого человека. И иногда из-за того, что плохие условия для развития плода, эти каналы очень быстро засоряются, нарушаются. И если засоряется быстро внутриутробно канал, связанный с развитием психическим, то человек рождается недоразвитым. То есть у него не сформирована как бы структура, психическая структура организма. Мы тоже, как вот здесь сказано, сделать, помогите сделать следующий шаг. То есть наша методика уникальна в том, что больше никто в мире этого не делает. То есть мы обнаружили, что разные виды коры деревьев, они разные каналы прочищают. Мы научились тестировать все эти каналы, определять нарушения в них. И ставим кору на руки, на ноги. Вот есть даже здесь люди, которые носят. И так получилось, что всех, кого я протестировал, я протестировал здесь успел, три человека. Всем помогло. Ну то есть всем стало лучше, кто здесь лечился. Одна женщина была бесплодна, забеременела. Сейчас выношают ребенка. Вот. У другой стало лучше с вирусным гепатитом С и у третьей тоже. Ну то есть всем помогает лечение, по крайней мере, кто вот у меня прошел. Не значит, что всем всегда помогает, но метод достаточно эффективный. Каждый месяц к нам приезжают дети с ДЦП, с аутизмом, а также с эпилепсией, ну тяжелейшими заболеваниями. И мы работаем с этими людьми и детьми. И большинству из них помогает. То есть вот в таких случаях недоразвитости мы прочищаем канал психический. Но так как уже мозг недоразвит, психический канал начинает работать нормально. А если это маленький ребенок, то это значит, что у него будет теперь все развиваться лучше, чем развивалось бы. И плюс постепенно восстанавливается то, что недоразвилось. То есть в целом где-то процентов на 30, на 40 мы улучшаем состояние детей с аутизмом, с ДЦП там и так далее. И это немало 30-40 процентов для родителей, которые вообще там за 5 процентов готовы куда угодно ехать. 30-40 процентов — это серьезный результат. Недавно к нам приехал ребенок в возрасте 5 лет. Ребенок с больной эпилепсией. Он обзывался меня, кричал на меня матом, вот, когда я его лечил. И у него были приступы периодически прямо там у нас в офисе. Он вылечился полностью от эпилепсии и у него прошло сабоумие. Когда он приехал последний раз, он вел себя отлично, как отличный, нормальный ребенок. Он начал учиться в нормальной школе. И у него полностью прошли приступы. Такой очень замечательный результат дало лечение. Вот так что с самыми тяжелыми заболеваниями к нам люди приезжают, мы помогаем им. Я думаю, что мы в Риге как-то сделаем, организуем централизованный приезд какой-то. Люди просят, чтобы все вместе как бы по несколько человек ехать. И мы это сделаем. Вот Елена будет организовывать на базе Радуги. Собирайтесь. У нас есть особенность. Мы не берем всех на лечение. Если мы считаем, что человек подходит нам, мы берем. Надо выслать фотографию, диагнозы. Если мы увидим, что мы можем вам помочь, то мы согласимся вас взять. Если нет, то мы откажем. Но в основном соглашаемся. Здесь одна особенность России заключается в том, что в России не все могут жить спокойно. И сейчас там работают различные организации, которые могут дискредитировать, в том числе меня как человека. Я поэтому для соблюдения безопасности пытаюсь работать только с теми людьми, которые ведут себя по-человечески. То есть относятся по-человечески к врачу, который их лечит. Вот таким образом. Приходится по этому фотографии, там диагнозы и все прочее. Это неизбежно. Для меня. Если бы я жил в Латвии, такого бы не было, конечно. Ну ладно. Вот так что я ответил на этот вопрос. Можно приезжать, лечиться. Другой помощи быть не может. Я не знаю, что еще сделать с этим совсем. Это сложнейшее заболевание. Лечение у нас проходит в течение 6-7 дней где-то. И приходится там ждать, потому что нам надо из 600 видов деревьев выбрать индивидуально ту кору человеку, которая ему подходит. Это непросто. Иногда приходится ехать и пилить кору где-то в лесу. В 2006 году встретила мужчину. Пришел на день рождения и понеслось. На тот момент он уже полгода был довцом. Человек очень теплый, домашний. Поженились. И он переехал ко мне. Вот уже 6 лет вместе живем гражданским браком. Я раньше никогда не жила семейной жизнью. Сына родила вне брака, растила одна. А Вячеслав 29 лет жил в браке и по-другому не жил. Я ему благодарна, что он научил меня терпимости и теплоте. Но мой гражданский брак муж стал мне сыночком. Зарабатывает очень мало и периодически работает, но как-то не везет. Я кормлю, пою, решаю все финансовые вопросы, поддерживаю отношения с его дочками и мужьями. В смысле мужьями. А, ну имеется в виду женами, внуками и так далее. Если не думать о деньгах, у нас других проблем вроде бы нет. Но я понимаю, что я во всем себе отказываю, лишь бы семье хватило. Кроме того, он вообще ничего не умеет делать своими руками. Вечный менеджер. Я такой же. Все чаще стало думать, что заслуживают другой судьбы. Ммм, вон оно что. И надо принимать свои решения. Трудно. Хочу свадьбу большую, красивую. Слава это знает и потому не женится. Типа заработаю вот-вот. Есть ли перспективы у нашего союза? Конечно, есть перспективы у вашего союза. Есть только одна проблема. Она заключается в том, что вы не понимаете, что это ваша судьба. Вы же даже по напенсанию вот этого вопроса, видно, что вы женщина, которая не совсем отработала мужскую карму в своем характере. Вы даже относитесь к нему во время вопроса унизительно. То есть, ну, когда женщина так себя ведет, мужчине приходится становиться сыночком. Понимаете, женщина создает отношения в семье. Женщина создает отношения. И мужчина подстраивается под женщину. Всегда. Так всегда бывает. Хочет мужчина или не хочет, ему придется под женщину подстраиваться. Почему? Потому что женщина в шесть раз психически сильнее, сильнее в личных отношениях. В шесть раз сильнее мужчины. То есть, мужчине всегда приходится подстраиваться. Поэтому веды объясняют, что женщина должна правильно настроиться по отношению к мужу. И тогда он станет правильным. Правильно настроиться не всегда просто. Потому что, смотрите, вот здесь в данной записке видно, что женщина сильно привязана к деньгам. Она хочет денег. И именно это и заставляет женщину работать больше, чем мужу. Чем муж работает. У мужчины какая психика? У него психика стрессовая или военная. Мужчина или лежит на печке, или когда начинается война, он идет сражаться. Смотрите, крайности. А у женщины психика, она постоянно активна. В плане защиты семьи от каких-то трудностей. И если женщина жадная, что ей остается делать? Войны не началась, еще война не началась. Поэтому она сама идет и больше работает. Чем это может делать муж. Это идет только от одной причины, жадности жены. Почему? Потому что, если, допустим, она не жадная, она может сесть с ним рядом и сидеть дома. Не париться. Ну, допустим, работать столько, сколько хватает на то, чтобы детей накормить и с голоду не помереть. Видите, она хочет свадьбу сыграть. Ах, это свадьба, свадьба пела и плясала. Да, хочется жизни красивой. И работать самой приходится. Но, понимаете, мужчина, если женщина больше работает, он будет больше работать или нет? Он будет меньше работать. Потому что у него психика по-другому сложна. Он не парится, понимаете, мужчина. То есть, если женщина много работает, он думает, ну, буду искать себе работу. То есть, как мужчина настроен? Что по максимуму? То есть, надо найти хорошую работу и работать уже там, на очень хорошей работе. А искать ему, может, 20 лет. До самой пенсии. Что должна делать женщина? Она должна сесть рядом с ним на заваренку. Она должна быть сильная, как личность. Означает способная. У женщины, которая достигает успеха в личной жизни, есть только два качества основных, которыми она побеждает судьбу. Знаете, какие качества? Я сейчас скажу, вам станет плохо. Но зато вы будете знать. Первое качество. Она принимает характер своего мужа и считает, что она другого недостойна. Второе качество. Она принимает условия жизни, которые ей муж создал. Два качества. Она принимает характер и условия жизни, которые он создает. Принимает условия жизни не означает идет сама работать. А означает, принимает, сидит вместе с ним на заваленке. Кто первым пойдет работать в этом случае? Муж. Почему? Потому что женщина сильнее психически. Она его пересидит. Смотрите, женщина, как ее жизнь устроена, женщина. Смотрите, она имеет социальную защиту. Мужчина имеет социальную защиту. Он будет звонить другу и говорить, «Слушай, мне кушаться, кушать хочется, накорми мне, пожалуйста». Будет, нет? Нет. Ему чувство, собственно, достоинства не позволяет. А женщина, во-первых, она не жрет, как мужчина. Она подклевывает. Ну, то есть там перекусила, там перекусила. Жрать же надо, то есть много. Это не подклюнешь, еще негде подклевывать. А она подружке к одной сходила, перекусила с детьми, с другой сходила, там пообщалась, здесь пообщалась. И все, день прошел, выжила. А ему надо жрать. И жрать надо каждый день. А она же, где подклевывает, она с собой не приносит. Так женщина может победить судьбу. Если я крайности говорю, когда есть нечего в доме. Крайности. Мужчина, что с мужчиной произойдет? Он жрать хочется. И что произойдет в его сердце? Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой. То есть он встает и идет на работу. На какую? Какую Бог дал. И работает там. Матерится, но работает. И это означает, что она его победила. Потом, что дальше происходит? У нее работа становится все лучше и лучше. Потому что он же развивается. Мужчина развивается в работе. А дома он деградирует. Но понимаете, есть другой вариант. Когда женщина, она доминирует психически над мужчиной. Это означает, что она не признает в нем старшинство. Она не советуется с ним. Принимает все решения сама. Считает, что она лучше знает, как поступать в жизни. Она ему даже рта не дает открыть. Рта не дает открыть. И при этом думает, почему он со мной ведет себя, как ребенок. Так веди себя сама нормально с мужчиной. Веды говорят, чем женщина поливает мужчину, таким он и становится. Потому что она благословляющая сила. Женщина – это благословляющая сила. Мужчина – это действующая сила. Если женщина поливает мужчину тем, что она не хочет его слушать, каким он становится? Муля, не нервируй меня, да? Как в фильме в том. Такой. И она такая. Вот. Чем поливаем, такое становится. Все. Так вы меня вопрос задали. Есть ли у нас перспективы в нашей совместной жизни? Уж я уже типа намылилась, как бы сматывать удочки. Ну так есть перспективы, конечно. Хороший человек попался, терпит такого монстра рядом с собой. Перспективы, конечно, есть. Надо просто начать становиться женщиной потихоньку. И он станет мужчиной рядом, вот и все. Таков путь. Других вариантов нет. Есть какие-то схожие вопросы у вас по этой теме? Что-то непонятно из того, что я сказал? И значит, женщине все надо. Это то же самое. То есть мужу ничего не надо. Значит, женщина чем его поливает? Гиперответственностью. То есть она бегает, ей все надо, все быстрее сделать. Что если, допустим, он что-то не доделал, она за него доделает. Это называется гиперответственность. Опять, не приняла условия жизни мужа. Если мужу ничего не надо, жене тоже ничего не надо. Кто кого пересидит? Ну, значит, тогда будет соответствующий результат. Хороший вопрос, да. Это значит, что вы получите себе того мужчину, который нужен вам в жизни. Смотрите, человек не решает судьбу. Допустим, женщина начала воспитывать мужа. Как надо воспитывать? С любовью. С любовью. Она перестала работать, но она при этом любит его. Это не война. Если войны нет, она любит его и перестала работать, и он уходит все равно. Значит, он воюет с кем? С той женщиной, которая его любит. Это значит, что он будет отвечать за эту ситуацию. Как отвечать? У него жизнь там сломается, а ей Бог даст. Хорошего мужа. Теперь вопрос заключается в том, чего же у нас не так, как там? У нас не так две вещи. Первая вещь, мы не верим Бога. Мы не верим, что Бог помогает в сложных ситуациях жизни. Второе. Мы не знаем, как правильно. Мы думаем, а правильно терпеть, и пусть живет, как хочет. Смотрите, ваши вопросы все правильные. Они указывают на практику жизни. Но вы должны одну вещь понять, что практика не всегда бывает глубокой. То есть не всегда практика бывает осознанной. Вот смотрите, допустим, вы заботитесь о муже, это хорошо. Вы ухаживаете за ним, у него есть, допустим, определенные наклонности, он не склонен работать. Само по себе это означает карма этого города. Потому что в этом городе очень сильна женская энергия, слаба мужская. То есть мужчины не склонны работать, хотеть. Многие, не все, но многие не хотят работать здесь. А женщины, наоборот, очень активно и хотят работать. Не факт, не факт. Это не во всех странах по-разному. Допустим, в России часто мужчины деспотичны. Они и работают, и бьют жену. Здесь мужчины не деспотичны. Они не бьют жену, но и не работают. Понимаете, везде по-разному. Есть разная карма, как бы это факт, что вся страна находится под такой кармой. И надо ее принять, потому что женщины соответствующие. Надо принять, что женщины гиперактивные, гиперответственные. Мужчины, значит, гиперпассивные будут. Это так сложена карма. Теперь что делать? Ясно, что быстро это не поменяешь. Так как это копилось в многие жизни, быстро не поменяешь. Первый шаг. Я описывал его вчера на вечерней лекции. Это служение, забота о близком человеке. И терпеть, принять судьбу и терпеть, и заботиться. Были вчера на лекции? Не было. Жалко, вам надо было побывать. Это очень ценно было бы для вас. Вот. Первый шаг такой. Я вкратце повторяю лекцию вчерашнюю. Первый шаг забота. И принятие полностью. Когда человек принимает близкого человека, он успокаивается психически. Ему легче становится. Когда он заботится у близкого человека, постепенно из сердца выходит благодарность. Хочет он этого или нет. Это происходит независимо от его желания. Потому что причина страдания человека заключается в том, что нам по судьбе дается тот человек, который нам положен. Хоть вы и можете с этим не соглашаться. Но есть только один способ победить судьбу. Это принять. Сказать, что этот человек мне положен по судьбе. Какой мне положен, такой и дан. Потому что в этом мире несправедливости нет. Он соткан из справедливости. Это описывают веды. Это не мои слова. Итак, дан тот, который положен. Вы приняли. Начинаете служить ему. Означает в какой-то степени унижение. Почему? Потому что не все, что вы будете делать, он будет отдавать взаимностью. Понимаете? Но в какой-то момент в его сердце возникает благодарность. И именно эта сила благодарности, эта санкция на то, что теперь можно начинать воспитывать. Насколько он вам становится благодарным, настолько вы можете дальше действовать уже не по его желанию, а против, но с любовью. На благо семьи. Это не означает война. Это означает с любовью воспитывать близкого человека. И начать работать меньше. Еще меньше, чуть-чуть. Если он говорит, почему ты мало стала работать, надо сказать, я послушала лекции и поняла, как женщина должна жить. Ну, с любовью это опять делать. И он спросит, а как мужчина должен жить? Можете сказать, послушай лекции и узнаешь, как мужчина должен жить. Он скажет, а я не хочу эти лекции слушать. Ну, не слушай тогда. Как бы твои дела, мои дела такие, твои такие. У вас будет очень много вопросов. Очень много вопросов. Потому что вы пришли первый раз. Причем, лучше бы вы пришли вчера вечером. Нет, у вас будет не проблема, будет много вопросов. На которые не смогу сейчас на все ответить. Потому что вступительная лекция была по этой теме вчера. А сегодня мы уже продолжаем эту тему. И так как это необычное знание ведическое, оно не классически все объясняет, как хочется слышать. Поэтому много вопросов возникает, естественно. С этим ничего не сделаешь. Но это хорошо. В 2007 году через интернет познакомилась с молодым человеком. Ответ на первую фразу сразу. Через интернет познакомилась с молодым человеком. Смотрите, когда люди знакомятся через интернет, то каждый человек подсознательно выставляет себя в лучшем свете. Даже фотография как бы такая, что, не дай бог, в интернет. Самое лучшее, что может быть, человек выставляет. В общении он создает определенный образ, которым он общается, которым он сам себя хочет видеть, таким человеком. Человек создает этот образ в интернет. И он как бы голосом своим и словами, и письмом этот образ поддерживает. У меня владелся как-то молодой человек. Он говорит, я говорю, мы договорились на вашем фестивале «Благость» встретиться с девушкой, которой мы уже два года общались и решили быть вместе уже по интернету. И когда мы приехали оба на фестиваль «Благость», и когда мы друг друга увидели, нам стало жутко обоим. И мы перестали общаться. Мы поговорили буквально пять минут. Что делать? Мы живем в тот век, когда люди потеряли нормальные условия жизни. Смотрите, как раньше люди жили. Вспомним по песням. «Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело». Сейчас девки гуляют, нет? Гуляют. Хороводы водят, общаются друг с другом. На селе, смотрите, люди все общаются постоянно. Идет взаимоотношения очень тесные. Людям знакомиться было очень легко. Я приехал в Лос-Анджелес лекции, когда читать. Я заметил, что на улицах нет людей. Они не ходят по улицам. Я спросил, а что людей-то нет на улице? Что, в городе никого нет, что ли? И мне ответили, да все на машинах ездят. У каждого по две машины. Я говорю, а как они встречаются, общаются? А никак. Никак. Негде общаться, встречаться. Все, тю-тю. Означает, нет жизни нормальной. Люди в одиночестве в жутком живут. Почему? Потому что они не могут нормально жить. Нормально жить означает общаться. У них нет жизни, только работа и дом. Дома она общается с собачкой. На работе и с телевизором дома общается. С которого тоже замуж не выйдешь. Вот, и на работе она общается с теми людьми, которые, ну, это ограниченный очень круг. Там вряд ли можно на работе найти кого-то, за кого ты выйдешь замуж. И так проблема очень большая. Поэтому люди знакомятся по интернету. И надо как-то что-то делать с этим. Надо выуживать человека из интернет, чтобы посмотреть, с кем познакомился. Надо быстрее встретиться. Если как бы уже общаетесь, надо встретиться. Надо выуживать его из социальной сети, куда-то, где место встречи изменить нельзя. Понимаете? То есть надо как-то это сделать побыстрее. Иначе потом крыша же поедет. То есть нельзя в интернет создавать отношения. Можно знакомиться. Но создавать отношения нельзя. Надо чуть-чуть пообщаться и потом настаивать на встрече. Также очень важно не переписываться, а переговариваться. Потому что в звуке можно понять человека лучше, чем просто в письме. Просто переписывание – это самый инертный и неправильный способ общения. Нужно хотя бы… Еще лучше видеть человека и слышать. Вот такой способ общения устроить, чтобы чувствовать человека, понимать. И еще надо переводить общение не на ля-ля-тру-ля-ля, а говорить о жизни с ним. И тогда лучше еще понятно станет человек. Не просто комплименты там ля-ля-тру-ля-ля с ним время проводить, а о жизни говорить. Как окажется, что жизнь не опасна, а вдруг он сбежит из общения. И хорошо. Значит, не тот человек. Пускай сбегает. Видите, я ничего не читал. Я это для того сказал, чтобы вы поняли потом, что будет. Да, я еще не читал эту записку. Дальше читаем. В апреле того же года он ушел из семьи, и мы стали жить вместе. Он подал на развод. До сих пор мы вместе. 6-8 лет назад начались приступы мигрени. Частичные потери зрения. В последнее время меня беспокоит здоровье. Что-то я не пойму. Переход такой произошел. А, угу. Ага, все, я понял. В январе 2012 года получила инвалидность. Живу одна в частом доме. Там очень рада. Рядом собака и кошка. Мож и дочь живут, работают в Риге. Видимся два раза. Две недели. Раз, две недели. Ну, как бы, здесь вроде бы семья-то сформировалась, но страдания пришли с другой стороны. Началась тяжелая болезнь. И не стал все зачитывать, потому что это не нужно всем слышать. Надо приезжать лечиться. Как-то приезжать к нам лечиться под Краснодар. Мы можем вылечить эту болезнь. Это тяжелое заболевание мы можем вылечить. У нас есть результаты по лечению психических заболеваний. Это правильное решение жить отдельно в это время. Потому что, когда человек психически болен, ему тяжело выполнять свои обязанности, видеть родственников. И когда человек психически болен, ему легче жить одному, потому что он отдыхает в этой атмосфере. Любой контакт с близкими, особенно у женщины, вызывает перегрузку психическую сильную. Еще больше усугубляется болезнь. Ясно, что это опасно, потому что муж может найти себе другую. Но это означает, что не надо тянуть. Надо ехать и лечиться. Даже психические заболевания можно вылечить. У нас есть богатый опыт лечения шизофрении, психопатии. С помощью прочищения этих каналов. Поэтому надо здесь выход один, только лечиться и все. Нет вариантов, что делать. Не надо ждать. Болезнь может не пройти сама. В 99-м году у меня родилась дочка. Долго, так как написано латинскими буквами, я буду читать медленно и коряво. Простите меня, я не привык так читать. Долго мучились, то сходились, то расходились. И в конце концов мы с мужем расстались. У него быстро появилась другая женщина, так часто бывает у мужчин. Я тоже вскоре стала жить с другим мужчиной. Мой гражданский муж, так, это сейчас говорится, когда он родился. Вы знаете, я не смогу по дате рождения сказать о человеке. Мы поменяем саму систему консультаций вот этих вот. Или может вообще они не будут консультацией, потому что люди не понимают, зачем это надо. Я сейчас объясню, зачем это надо. Когда люди приходят ко мне наедине общаться, они меня насилуют. То есть они мне начинают говорить, а это когда у меня будет, я должен будущее смотреть. А это когда будет, а то когда будет. И просто каждый человек, пообщавшись 10 минут, из меня делает просто отбивную котлету. И цель его общения это эксплуатация на самом деле. Попытка узнать все о себе, ничего не делая. Понимаете, просто за счет добренького дяди. Так как я провожу консультации бесплатно, и мне нет интереса брать деньги за то, что человек узнает о себе, то вот эти консультации индивидуальные стали для меня предметом больших страданий внутренних, потому что они бесполезны чаще всего. Потому что меня не воспринимают как старшего, а воспринимают как бочку с информацией, и как бы из которой можно подоить и как бы вывалиться все, что хочешь. И потом этим пользоваться, как желаешь нужным. То есть ведическая культура наставлений и дача знания такова, что человек приходит старшему и задает ему вопросы, как ему менять свою жизнь, а не о том, что будет и как будет и когда будет. Продолжение следует...